Сегодня у детей, которые проходят лечение в 9-й городской больнице, был праздник. Вместо больничных коек – сидение актового зала. Капельницы и постельный режим заменили конкурсы и сладости. Такую возможность ребятам предоставили сотрудники сочинских библиотек и врачи больницы. Централизованная библиотечная система города в третий раз проводит акцию Всероссийскую Библионочь 2014. В этом году мы решили немного расширить рамки проведения этого мероприятия и провести благотворительную акцию «Библиотерапия». Девиз нашей акции – библиотека, аптека для души. Для юных пациентов выступили ребята из городских кружков, сыграли на музыкальных инструментах и показали небольшую сценку. Научили ребята делать игрушки из воздушных шаров. Особенно запомнилось выступление театра «Кукол саквояж». После ребята приступили к библиотерапии. Первым этапом стал конкурс. Детям загадывали загадки про героев сказок. Как выяснилось, этот жанр еще не забыт, отгадали все. Пациенты больницы смогли и спеть детские песни. Сотрудники больницы уже оценили старания библиотекарей и рассчитывали, что эта акция будет традиционной. Мы очень рады, что администрация города Сочи и центральная библиотечная система в лице Волошкиной Ульяны Геннадьевны оказывает нам такую поддержку и проводит такие акции. Это впервые акции, но думаем, что они будут продолжаться и в последующем. Детям, которые находятся длительно на стационарном лечении, очень важно получать позитивные эмоции для того, чтобы наступало быстрее выздоровление. Самым активным участникам конкурсов подарили книги. На этом библиотерапия у пациентов в больниц не заканчивается. Уже завтра аналогичную процедуру пройдут взрослые пациенты. Игорь Кырп, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.